Добрый день, все мои дорогие! Добрый день, мои девчонки! Девчата, съездила я в Кишинёв, и я получила море удовольствия. Честное слово, как это хорошо, когда ты просто выезжаешь из своего дома. Я потеряла один день, я немножко устала, конечно, устаёшь, потому что два часа туда, два часа обратно, но всё равно я приехала домой как на крыльях. Такое впечатление, что я побыла, девчата, в отпуске, честное слово, погуляла по городу. Я была на каблуках, мне было немножко тяжеловато ходить, как я привыкшая, со скоростью звука. Я шла медленно, я шла как дама, мне было очень комфортно, тепло и хорошо. Девчата, купила ту сковородку, и спасибо, что я её там нашла. Откогда мне нужна такая вот огромная сковородка, как колесо от Камаза. Я нажарила котлет, поместились туда 12 котлет, во-первых, это на всю семью. Как мне нравится вот жарить котлеты один раз. Я не использую масло растительное, после первой жарки я выливаю всё, я вымываю сковородку. И на моей маленькой сковородке мне приходилось 2-3 раза жарить. Это меня так нервировало. Это очень долго, во-первых. А тут поставила вот этот вот пол казана, туда накинула 12 котлет, накрыла крышечкой, да, на маленький огонь. И они такие получились умеренно румяные, такие вкусные. Вообще цвет обалденный. Вот всё-таки я уже сколько лет хозяйка. И девчата, я убеждаюсь, что даже от посуды зависит наша еда. Совсем другой цвет котлет получился, совсем другая поджарка, девчата. И вы знаете, я всё равно пользуюсь старыми казанами, старыми сковородками, кастрюлями. Я всё, что новенькое, всё отдаю дочке в дом туда. Мне нравится, чтобы у неё там всё сверкало. Но мне нравится всё вот это вот покупать, потому что мне нравится. Я вот это и делаю, я продолжаю это делать. Я закупаю, ещё должна попросить, забери. Она говорит, такая длинная ручка, у меня даже в духовке она не вмещается, чтобы её спрятать от людских глаз. Вы знаете, почему такая длинная ручка? Потому что, когда вы увидите вот эти белые ручки длинные, это значит, эти ручки не нагреваются на газе, девчата. Они остаются холодными. Да, она длинная, она неудобная такая, но для такой большой сковородки, и ручка должна быть крепкая вот такая, и она не прогревается. Это суперская. Найдёте себе, купите, не пожалеете. Ну, купите себе со скидкой. Конечно, стоило 35, и я заплатила 10. Это очень хорошая скидка. Девчата, хочу сейчас съездить в город. Первого числа, поминальный день в Германии, в Европе. Поминает усопших. И я не смогла в этот раз поехать туда, потому что только прошло 2 месяца, от когда я прилетела, мне очень тяжело в дорогу. Я уже повторяюсь. Девчата, и я должна сходить в воскресенье в церковь. Сейчас езжу туда далеко. Я хочу заснять один вам квартал. И там есть и магазин Славена. Это украинский магазин. И я хочу немножко заснять и вот этот магазин. Я куплю себе всё, вот что мне нужно в церковь отнести. Вот конфеты, наверное, не знаю, апельсины, мандарины, что-то вот такое. Я хочу, полотенце мне надо купить, чтобы приготовить вот эту поману. Я не знаю, как она у вас называется, но у нас называется помана. То, что ставишь в пакет и несёшь в церковь. Мне вот это надо сегодня обязательно закупить. Девчата, и в воскресенье утром я схожу на службу, засниму вам тоже видео и выложу. В воскресенье, может, как-то будет спокойный день. У нас будет не вот такие скачки по городу, а будет просто вот поход в церковь. Это тоже иногда нужно. Кто-то там говорил, девчата, если пришла пенсия, не надо нас списывать, что мы уже вот, что мы уже старые. Не надо. Мы можем сами себя так называть. Я себя всегда называю. Я пенсионерка. Но, девчата, я хочу вам сказать. Приходит пенсия, но не начинается обратный отчёт. Почему-то люди, привыкшие, что если он выходит на пенсию, у него начинается обратный отчёт. Лет. Нет. Пенсия – это всего лишь сумма, которую я заработала, вот я говорю за себя, я заработала за энное количество лет, которые я проработала на моё государство. И туда платила большие налоги. У нас налоги от 30 и выше процентов из своей заработной платы. И пришло время, когда государство должно заботиться обо мне. И вот мне дают эти деньги для того, чтобы я жила достойно, чтобы я спала сколько хочу, чтобы я просто отдыхала. Мы работаем по 40 лет, когда выходим на пенсию. Значит, пришло время просто отдохнуть, получать удовольствие от вот этой вот жизни. Одевайтесь красиво. Чем старше вы становитесь, тем вы вещи должны брать, я повторяюсь, каждый раз. Более молодёжные, ну, конечно, чтобы не выглядеть смешно. Как старушка, старуха-шапокляк. Но вещи должны быть на нас яркие, вещи должны быть на нас светлые, вещи должны быть на нас модные. Мы должны быть ухоженные и всегда пахнуть. Не жалейте на парфюм. Если я до сих пор не очень душилась, потому что мне казалось, что у меня аллергия на запахи, туда-сюда. Сейчас я, когда вышла на пенсию, я постоянно, когда иду снимать видео или я вхожу просто в город, я душусь. И вы знаете, нет у меня никакой аллергии. Наверное, я так много бегала и быстро. У меня всё время, мне времени не хватало. Что вот я забила себе в голову, что у меня аллергия на духи. Нет, никакой аллергии нет. Душусь прекрасно, иду по городу, от меня пахнет, мне самой пахнет, и мне самой это приятно. Девчата, пахните хорошо, одевайтесь чисто, одевайтесь модно, чтобы у вас всегда сверкала улыбка на лице. Девчата, что я ещё хотела сказать. Вот мои губы, я не знаю, видно или нет. Вот такой вот цвет девочка сделала, она мне дала опять бальзам тот, он бесцветный, витамин А и Е, по-моему, или А и какой-то витамин, чтобы я помазала вот таким бальзамом, пока они отойдут. Девчата, это классно, это классно. Вот если у меня губы по цвет моей кофточки, и вы утром красивые, ночью красивые, и вообще, и мужчины ваши должны привыкать, что на это тоже надо тратить пару копеек. И это обязательно нужно. Как сказала одна моя знакомая, Маринушка, я забыла один месяц сделать маникюр, не то что забыла, некогда было, и мой муж настолько привык, что у меня ногти красивые, сделал мне замечание, хоть пенсионеры, почему у тебя не ухожены руки. Наши мужчины хотят видеть рядом с нами ухоженную женщину, тёплую женщину, невульгарную женщину, красивую женщину, пусть мы со своими морщинками, потому что у наших мужчин их тоже не меньше, у наших мужчин тоже достаточно морщин. И те, которые нормальные, они не ищут в женщине морщины, они ищут в женщине доброту, доброту, красоту, душевную красоту и порядок. Я не знаю, как вы, но я буду носить каблуки. Конечно, у меня кроссовки, они не выпадают с моих ног, я всё время в кроссовках, я всё время в макосинах, всё время в каких-то ботиночках, но всё равно я буду одевать каблуки. Мне нормально на каблуках, я хожу нормально на каблуках, у меня не болят колени, у меня вообще ничего не болит. И я буду носить каблуки, я буду покупать себе хорошие вещи, даже экономля с каждой пенсии по одной вещи. Хватит мне моей пенсии, чтобы сделать себе маникюр, купить себе какой-то свитерочек, чтобы меня вот это радовало. Даже если я буду экономить на чём-то другом. Голодная я не сижу, покупаем только качественную еду, не кушаем большими порциями, покупайте качественную. Пусть она даже дорогая еда, не покупайте большие порции, покупайте чуть меньше, но не покупайте дешёвое мясо, дешёвые колбасы, дешёвые сыры. Всё, что вы вот сюда вот в себя пикнёте, вот то вы и получите. На нашем лице, на наших руках, на нашем теле, девчата, я вас обожаю. Давайте стареть красиво, давайте считать наши годы вперёд. Не надо, чтобы, когда мы выходим на пенсию, чтобы у нас начался обратный счёт, что мы уже старые. Я приехала в один из районов на окраине города, это называется БАМ. Вот снимаю фуршет, там он написан за теми ёлочками. Фуршет. Этот магазин украинский, мне девчата из Украины сказали, что фуршет у них уже умер. Нет, у нас нормально работает, но цены немножко великоваты, цены немножко большие. На обратном пути я вернусь и сниму вам Славьян. Вот это тоже украинский магазин, он более-менее там доступные цены для всех. Нормальные цены, все любят тот магазин Славьян. Обычные девятиэтажки. Кто из Бельс, девчата, я на БАМе. Я на Конево. Как хорошо сделали лестницу и прямо в квартиру, на балкон. Молодцы. Молодцы. Улица красивая. И район такой, это жилой район, девчата. Я живу в старом городе, это я живу в центре, а тут жилой район. Жилой район, им более спокоен. Сейчас, по-моему, и дошли до Рагопа. Тут продаются концтовары и все подешевле по оптовой цене. Вот в этом магазине в Красном. Тут игрушки детские, все подешевле. Тут цены нормальные. Особенно для школы, все тут. Да, Рогоп. Проходы такие красивые, все. Перела такие, все ухожено. Какая золотая осень, какая погода чудесная на улице, девчата, так тепло. Конечно, курточку надо одевать. Но солнышко, как приятно вообще. А я там у себя на балконе первый раз в жизни. Я замечаю, насколько красива осень, что она такая тепленькая. Что я на балконе, мне так жарко. Целый день сижу раздетая. Лежу, читаю. Какая прелесть. 42 года бегала куда-то на работу. И не замечала этого. И не замечала, вот как проходят сезоны. Когда мы переходили с лета в осень, я вообще осень не замечала. Потому что в помещениях уже холодно. Закутываешься и одеваешь на себе все, что там имеешь. А на улице какая прелесть. Какая золотая, красивая, теплая осень. Как хорошо они придумали. Вот смотрите, переходный, пешеходный переход. Вот с бордюрчиками. Вот такие перила. Какая прелесть. Мусорка. Какая прелесть. Какая прелесть. Вот пешеходные переходы. Все вот так вот сделаны. Молодцы. Примар молодец. Ну, мэр города. Мне говорили, что вот и дорожки, велосипедистов. И дорогу. И все. Благоустроил этот квартал очень хорошо. Я поэтому приехала посмотреть. Самое главное, что зелени много. У нас зелени в городе. У нас просто городишко в зелени. Одни деревья. Мы такое впечатление, что находимся в лесу. Еще раз хочу показать. Вот лавочка. Красивая какая. Все из камня сделано. И дерево. Настоящее дерево. Обратите внимание, какая лавочка. И какая мусорка красивая. Я сначала думала, что, наверное, библиотека. У нас вот делают вот такие домики. Это библиотеки прямо на дорогах, на улице. А это, оказывается, мусорка. Чистенькие такие. Вот из такого вот камня сделано. Молодцы. Молодец. Молодец наш мэр. Молодец. Немножко. Все равно что-то делается в городе. Вот опять пешеходный переход на каждом шагу. Каждые 50 метров. Потому что тут школы. Вот эта школа одна. С этой стороны другая школа. Вот тут молдавская. А там, если я не ошибаюсь, русская школа. У нас сколько молдавских, почти столько же и русских школ. Ну, я вам скажу, что школ много, а когда идут в университет учиться, учатся только на румынском языке. Только на румынском. И поэтому молодежь начинает учить язык. Если старые люди не хотели, и вот такие, как я, игнорируют полностью, не хотят учить язык, вот школа там русская, а дети уже учат, потому что в университете им нужен румынский язык. Какой квартал красивый. Обычный и жилой квартал. Кто учился в политехническом? Вот сворачивает ролей, и следующее здание – это политехнический. Я училась, я поступила в 76-м году. И тут, вот где вот этот столб прямо, вот тут, где перекрёсток, вот тут была остановка, одна единственная остановка. Тут останавливался автобус «Восьмёрка». Кто помнит? Вот Ивана Франко вверх. Сейчас, по-моему, конь Ивана называется. Тоже Ивана Франко. И вот тут, где вот этот светофор, вот тут была остановка. Остальное было тут поле. Только политехнические. Всё остальное – поле. Вот этого ничего не было. Никаких зданий. Только внизу. Там далеко, там далеко-далеко. Первые дома ставили, котлованы рыли. Вот это вот. 40 лет этому кварталу. 40 лет. Я постарела вот. С тех пор, вот как я была очень молодой, его начали строить. И вот он уже 40 лет предстоит. Идём, девчата. Я опять вернулась к фуршету. Идём в Словену. Девчата, мы уже пришли вот к Словене. Это хороший магазин. Весь БАМ отоваривается тут. Он очень большой. Вот за тем домом, не знаю, бьёт камера в... Бьёт солнце в камеру. Наверное, не будет видно. Вот по этой дороге вверх, где эти большие дома, там жила моя Настя раньше. Там дом моих сватов. Сваты, да? Да. Вот идём в Словену. Что-нибудь там тоже... Мам, будешь, чтобы ты села тут? Вот Словена. Девчата, приехала специально, чтобы заснять вам этот магазин. Мне не разрешили внутри снимать. Ребята извинились. И сказали, что у них вот такие правила. Снимать нельзя. Магазин хороший. Цены пониже. Тут, если приходишь, вот в пятницу обычно отоваривается, или в субботу, приходишь, набираешь весь комплект продуктов. Тут всё подешевле. Даже дешевле некоторые цены, чем на рынке. Мне неудобно сюда приезжать за продуктами, потому что рынок рядом. И я иду по чуть-чуть, набираю. Я же не без машины. И набираю каждый день по чуть-чуть тебе. И мне удобно на рынке. Но зато я вам показала красивый квартал. Вот такой спокойный квартал. Это жилой квартал. Вот строятся дома уже. Те, которые... Есть дома очень... Очень новые. Вот как этот. Посмотрите. Всё в стекле. Всё вот уже строят. Высотные дома. И всё. Вот панорамные окна. Всё очень по-собременному. Девчата, с вами прощаюсь. Как всегда, с вами ваша Марина. Тёмки-тёмки.